Друзья, всем привет, вы на канале Жукова и Виталия, и сегодня, как обычно, краткое по делу. На рынке жесткий флэт, ситуация, на которой, ну, действительно, нельзя поддаваться эмоциям. Я обратил внимание на многих, и действительно вижу, что прогноз пойдет, там, курс выше или ниже, у людей меняется, там, ежедневно. И это, по моему мнению, ну, не совсем правильный подход к рынку. Объясню, как считаю, нужно вести себя в данной ситуации. Но, прежде чем мы с вами начнем, хотел бы порекомендовать вам канал моего приятеля. Этот канал называется Криптокапитан. Автор канала очень сильно заморачивается по качеству информации, старается постоянно быть в плюсе, вне зависимости от того, падает биткоин или растет. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит на рынке, он использует кластерный анализ. Довольно интересная методика, я вам советую с ней ознакомиться. Обычно ролики длятся 5-6 минут, в них автор раскрывает все самое главное, стараясь избегать воды. Такие ролики можно быстро посмотреть, питать себе необходимую информацию и быть готовым к грядущим движениям. Автор этого канала один из немногих, кто за последние несколько месяцев не пропустил ни одного глобального движения. Ролики выходят часто, без полезного контента не останетесь. Рекомендую, ссылку вы найдете в описании. Друзья, давайте с вами быстро разберемся по ситуации на криптовалютном рынке. На данный момент биткоин у нас находится в жестком флете. Вы прекрасно знаете, когда у нас довольно узкий ценовой канал, у нас потом идет довольно резкий выстрел. Хотел бы обратить внимание моих подписчиков, во-первых, то, что я торгую на бирже CX, потому что она мне действительно очень нравится. Соответственно, ссылку на нее вы можете найти в описании. Но я думаю, ни для кого не секрет, что эта ссылка еще реферальная, и я вижу приблизительно объем торгов ежедневно, которые совершают мои рефералы. На данный момент у меня уже в районе тысячи рефералов, и я хотел бы все-таки один момент такой обсудить. Ребят, да, сейчас не сверхбольший объем, а основная масса все-таки прислушивается и не торгует. Но все равно ежедневно несколько ордеров по 5-10 тысяч долларов идут. Зачем вы пытаетесь поймать эти движения, там, 50-100 долларов? Поймите, пожалуй, сейчас реально эти движения, они того не стоят, по той причине, что, ну, действительно, сейчас очень большие риски. И пытаться торговать биткоин в уровне 6,450-6,600, ну, блин, я считаю, что не совсем правильная затея. В принципе, хотел бы объяснить вам тот момент, что вообще торговать во флете нельзя, даже не стоит, нельзя. Потому что торговать можно только внутри тренда. Тренд у нас, соответственно, восходящий или нисходящий. Восходящий или нисходящий тренд мы с вами можем понять по практалам. Сказать то, что сейчас две недели у нас идет боковик там на уровне 6,550, и он постепенно идет все ниже, ниже, ниже. Нет, это неправильно. Это не локальный нисходящий тренд. То, что сейчас у нас идет цена постепенно чуть-чуть ниже, это просто корректировка относительно других бирж после той ситуации, которая была с Тезером. Поэтому в предыдущих роликах я вам и говорил, то, что там падение до уровня 6,450, это вообще абсолютная норма. Теперь хотел бы сказать по поводу того, что у многих меняются постоянно прогнозы. Правильно, они меняются, потому что постоянно сидите на бирже. А вот мы с вами сделали план. План у нас абсолютно простой. Дождаться движения по битку. Соответственно, на данный момент движения по битку у нас никаких нет. Соответственно, уже от этого плана у нас с вами будет два решения. Либо мы с вами будем дозакупаться на уровне 6,200-6,300, либо, соответственно, будем, навряд ли будем фиксироваться на уровне 6,800, потому что, я думаю, 6,800 будем пробивать. Но на уровне 7,300-7,500 вполне можно фиксироваться. Принимать сейчас какие-то движения на рынке, ну, просто нет смысла. Рынок у нас с вами вышел в такой флэт, что даже не отреагировал на экспирацию фьючерсов, хотя ранее всегда реагировал. Поэтому сейчас я вижу исключительно формат в ожидании. Ситуация по лангам и по шортам у нас глобально не изменилась. Опять же, хотел бы обратить внимание. Если там от 33 тысяч контрактов у вас там убрали тысячу контрактов, или к 21 добавили тысячу контрактов, ничего не изменилось, количество шортов все равно гораздо выше. И даже учитывая тот момент, то, что вроде как сейчас начали набирать небольшое количество лангов, нет, это не так объективно, ну, точнее, это так, да, начали набирать ланги, но основная масса готовится к пробою 6500 вниз. Смысла в этом пробое большого нету, потому что эта масса шортистов в лучшем случае зафиксируется на уровне 6300-6200. Как я вам уже показывал в предыдущих видео, то, что эти уровни у нас готовы откупать. И сейчас я вижу такую ситуацию, что, ну, самое логичное, как говорится, и по классике теханализа, и со стороны мышления спекулянта, самое логичное и самое профитное – это отправить рынок выше. Теперь бы хотел утащить, некоторые люди не понимают, говорят, ну, почему же будет резкий отскок. Ребят, поймите, что так как сейчас рынок вне определенности, над уровнем 6550 и под уровнем 6550 стоят стопы и тейк-профиты. Соответственно, когда у нас будет какое-то резкое движение, все эти стопы, они начнут срываться. Ну, вы же прекрасно понимаете, что у каждого, грубо говоря, свой стоп. Эти стопы, как правило, ставятся лесенкой в зависимости там от уверенности в себе трейдера. Например, если брать стопы на данный момент, они там расположены до уровня 6350. То есть, грубо говоря, если у нас сейчас начнут проливать, ну, чего я не ожидаю, но если, мы просто одной свечкой уйдем на 6350. Предположим, будет паника, на 6200 уйдем ниже, навряд ли. То же самое в противоположную сторону. Если, соответственно, нам покажут рост, у нас будет срыв до 6800, там большое количество будет фиксироваться. Дальше 6800, 7700 и 7200. И там уже, соответственно, надо будет искать точку выхода, которая, ну, будет логично, которая будет не на шару, а которая реально принесет доход, принесет планируемый доход. Этот спич я говорю для того, чтобы вы поняли, надо придерживаться плана. Не надо все время зависать на графике, придумывать себе какое-то движение. Там 6550 стоит биткоин, он упал, 6500, все, японский бог, это падение. Это не падение, блин, это абсолютно органичное движение. Падение, как и рост, у нас с вами может быть только после одного. После пробития серьезного уровня и закрепления над ним, ну, или, соответственно, под ним, если у нас пробитие вниз. На данный момент серьезный уровень, это 6450 и 6700, если это поход выше. И не надо мне говорить, что я там говорю, либо вверх, либо вниз. Нет, просто сейчас у нас биткоин находится в консолидации и находится в таком состоянии, в котором мы наверняка не можем, как ни по технике, как ни по фундаменталу, не можем наверняка сказать, куда у нас пойдет актив. Да, по моему мнению, предпосылок больше пойти выше, потому что я считаю, что есть смысл сбридж артистов и на этом заработать. Но я вам даю два варианта, и с обоих вариантов можно заработать. Но чтобы с них заработать, нужно действительно иметь хорошую выдержку. Плюс сейчас, вот, конечно, влияние Хамахи на общество мне очень зашло. Только он сказал про торговлю на акции, как все каналы подхватили про торговлю на акции. Друзья, я немножечко знаком со своей аудиторией. Я хочу сказать, что в лучшем случае на 100 человек, которые меня смотрят, торговать акциями сможет один, и то не факт. Я знаю, что это такое. Это очень серьезная торговля. Это, во-первых, торговля на большие средства. Сюда вы со своими 100 тысячами долларовами вообще не залезете. Это я вам 100% говорю. Там доходы просто будут вообще смешные. Там тысячи долларов, ваш доход за месяц может составить 20. Два, это тяжелый анализ, гораздо тяжелее, чем по криптовалюте. И три, те, кто стартовал вообще все эти финансовые рынки с криптовалюты, они не в состоянии столько жать. И обыкновенная коррекция, которая у нас там длится 3 дня, на фондовом рынке может идти полгода. Это будет обыкновенная коррекция, после которой может быть продолжаться рост. И те, кто сидят на крипторынке, для них это будет просто равносильно посидеть и потерять все свои нервы. Поэтому нет, торговля на акциях – это для абсолютно особенных людей. Вот знаете, вот как есть математики. Вот математикой может заниматься абсолютно не каждый. Должен быть особый склад ума, особый характер, особые ценности. Вот здесь то же самое. Поймите, трейдер и инвестор – это на самом деле профессия. Профессия, которая требует своих характеристик у человека, которым этим занимается. И анализируя как бы то, как себя ведут мои подписчики, а у меня как бы большая аудитория, вы понимаете, это не для многих. Я предлагаю вам оставаться на рынке криптовалюты, ловить тут движение и просто проявить чуть-чуть больше терпения. Надеюсь, сегодняшний выпуск не очень сильно затянул. Поддерживайте лайками, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И мое видео досмотрите, посмотрите канал Криптокапитана. Я правда вам рекомендую. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова